Здравствуйте, дорогие зрители! Я Артём Кордонец и видеопроект «Важно знать». И тема сегодняшнего разговора – прививки, возможные последствия. Сегодня в нашей студии гость, папа двух детей, Евгений Стулов. Женя, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! И говоря о прививках, сразу хочу сделать некоторую оговорку о том, что мы не агитируем. «Надо ставить прививки детям или не надо ставить?» А мы обсуждаем те вопросы, о которых нужно знать для принятия уже вашего решения. Решение принимает родитель каждый сам. Но не каждый раз, не каждый родитель знает, на что нужно обращать внимание. В первую очередь, это будет речь касаться возможных последствий. Женя, я до эфира с вами пообщался и уже знаю, что лично у вас есть определенный опыт, связанный как раз с прививанием детей. Поделитесь, пожалуйста, вы прививали своих детей или не прививали? Давайте с этого начнем. Ну, начнем с того, что да, обе дочери, они не привиты, сделано это осознанно, не под влиянием каких-то эмоциональных решений, а исключительно из того, что я имею медицинское образование, подошел к этому вопросу, скажем так, постаравшись выяснить, то есть, как это нужно сделать, нужно ли это сделать вообще, что мы потом будем иметь, какие плюсы, какие минусы, взвесив все за, как говорится, и против, уже тогда... Принял решение. Отлично. То есть, решение не спонтанное, решение взвешенное. Но, вот, вообще много очень идет дискуссий на тему прививок, и я предлагаю все же определиться с понятиями. Потому что мы говорим, вот, прививки, прививки, а вообще все ли знают, что такое прививки? Ну, поскольку у вас уже есть опыт, что такое прививки? Вообще, для чего они проводятся? Что это такое? Ну, если попытаться объяснить, скажем так, на пальцах, да, прививка – это попытка стимулировать иммунную систему человека, чтобы она вызвала ответ на тот или иной возбудитель. Заболевание. Если так, по-простому. Но тут надо еще один нюанс, как бы, учитывать. Важно, ну, то есть, важно смотреть не только на сам процесс, то есть, делать или не делать. А еще есть такой фактор, в каком возрасте это делать, да. И тут необходимо отметить, что иммунная система человека, особенно, то есть, новорожденного, да, она на момент, когда ребенок появляется, она не сформирована. И ее постепенное формирование происходит в течение первых 4-6 лет жизни. И по этой, скажем так, логике, ну, мы пытаемся стимулировать еще неокрепшую иммунную систему. Немножко остановимся. Понятно. То есть, мы можем сделать вывод о том, что прививка – это воздействие на иммунную систему организма, поскольку речь идет об иммунной системе организма. И если брать конкретно случаи с младенцами, у которых эта система, я так понимаю, еще не до конца сформирована. Конечно. Вопрос, в общем-то, может быть рискованным. Как на самом деле, значит, выведет, как говорится, вот эта кривая, на таком этапе мы не знаем. Но я бы хотел обратить внимание на то, что любое действие, оно же делается вот не просто так, но не просто вот прививка ради прививки, ради того, чтобы повлиять там на иммунную систему. Видимо, когда разрабатывают вот эти препараты для прививок, ожидают определенный эффект. Естественно. То есть зачем они, в принципе, сделаны? Ну, не то, что немножко не так, не то, что зачем. Вообще, эффективность – это на самом деле такое очень сложное понятие, оно состоит из разных элементов. В нем есть показатели своевременности, это вот сегодня мы уже назвали о том, когда делается воздействие на иммунную систему. Есть, допустим, такая вещь, как научная обоснованность, кстати говоря. И не все, когда решают вопрос о прививках, об этом задумываются. А каким образом научно обосновано, что действительно именно вот эта вакцина может повлечь там определенные последствия? И можно дальше перечислять показатели, но самый главный показатель – это полезность. И вот на этом я хотел бы остановиться. То есть эффективность через полезность. Женя, ну что можно об этом сказать? Чтобы это было полезным и в то же время, скажем так, эффективным, нужно, например, молодым родителям, вот у вас только появился ребенок, что делать? То есть делать или не делать? Нужно учесть два фактора. Каких? Первое – это то, что первичный иммунитет любой ребенок получает с молоком матери. Практически все, все необходимые антитела, иммуноглобулины, он, если это при условии, что, естественно, он скармливается грудью, он на грудном скармливании. Второй момент – лучше, чтобы принимать решение, лучше обратиться к специалисту, в данном случае к иммунологу, чтобы он мог развернуто посмотреть, в каком состоянии находится иммунная система малыша, в каком состоянии находится иммунная система его мамы, папы, родителей. То есть таким образом сделать иммунную карту. И на основе этой иммунной карты уже принимать те или иные шаги какие-то. Возможно, то есть у вас иммунная система находится в шикарном состоянии, то есть она просто очень сильная, все хорошо, ей, возможно, этого не надо. Возможно, она под влиянием каких-либо факторов, она ослаблена, и вам необходимо, наоборот, ее укрепить и чем-то там усилить. Все понятно, я сразу вспомнил пример, однажды весной я встретился с одним доктором и говорю доктору, посоветуйте, пожалуйста, какие мне витамины попить. Он говорит, в смысле, я говорю, ну как, весна, организму требуются витамины, вот вы посоветуете там, значит, он говорит, слушай, а с чего ты решил, что тебе надо пить витамины? Я говорю, ну все пьют, и я вроде как, слушай, ты нормально себя чувствуешь? Я говорю, да, нормально, ну все, иди с Богом. Так же и здесь, Женя абсолютно правильно говорит, что, и когда мы говорили, кстати, про эффективность, да, что необходимо вообще определиться, в каком состоянии, это важно знать, в каком состоянии находится организм ребенка, да, для этого мы обращаемся к специалисту, монологу, да, вот, который делает заключение. Но у меня вопрос другой. Родился ребенок, он находится в роддоме, ну разве вот на стадии, когда он находится в роддоме, там же ставят какие-то прививки, разве мы можем вот на этой стадии обратиться к врачу, чтобы провести вот это исследование? Как быть с этим? Как быть с этим? Ну я могу высказать лично свое отношение. Я не агитирую ни в коем случае. Да, а мы отмечаем, что это лишь личное мнение, субъективное мнение нашего гостя, мы не склоняем, не агитируем ни за, ни против прививок. Женя, слушай. То есть, по моему мнению, родившийся ребенок, как я только что говорил, то есть, первичный иммунитет, он получает с молоком матери. Это как бы один важный момент. Второй важный момент, это его состояние, его иммунной системы. Так как, ну, все знают там из курса, не знаю, институтской или даже училищной физиологии, когда и каким образом формируется иммунная система. И, ну, для большинства тоже известно, что это одна из сложнейших систем организма. Таким образом, когда мы пытаемся ее в таком состоянии, ну, то есть, получить от нее какой-то адекватный ответ, это, ну, равносильно тому, что пытаться новорожденного накормить, ну, какой-то уже взрослой пищей колбасой. Понятно, что... Но мы же этого не делаем, кстати. Мы не делаем. Почему? А может, это и делаем? Потому что для всех очевидно, что его желудочно-кишечный тракт еще не сформирует. Он не знает, что это такое, он не знает, как с этим быть, правильно? Да, но почему-то все считают, что иммунная система способна переварить вот это внешнее вторжение. И никаких последствий для нее не будет, только одни позитивные. Ну, это парадокс, получается, что, с одной стороны, организм не знает, как с этим быть, да, и, соответственно, вряд ли можно прогнозировать реакцию организма. А с другой стороны, кто выбирает путь прививок, он все же, значит, делает это. Но что же делать-то? Организм не знает, ну что, отказываться или не отказываться? Ну как? Мы принимаем решение, исходя из двух факторов. Из того, что система сейчас только начинает формироваться, это первое. То есть, чтобы быть мне, как родителю, спокойным. Я знаю, что ребенок получает с грудным материнским молоком весь необходимый первичный иммунитет. То есть, мне в этом смысле, как бы, переживать не на что. Ну, если только мы не едем, не знаю, в какую-то страну третьего мира, где у нас непосредственно будет какой-то страшный контакт, ну, это же нонсенс, да. То есть, я не поеду в таком состоянии, изначально взяв ребенка, ну, то есть, подвергая его в зону какую-то риск. Хорошо. А вот, на ваш взгляд, вообще, корректно поставить вопрос так, что ставить прививку новорожденному ребенку, это может быть риск, поскольку мы на этом этапе, когда ставится прививка, и не только мы, а, может быть, говорить вообще, специалисты, не имеют полной картины о состоянии этого ребенка, позволяющей со стопроцентной гарантией спрогнозировать последствия. Правда, жизнь такова, что стопроцентную гарантию последствий вам не даст никто. Дают. Я могу сказать, где? В морге. Ну, там, мы, конечно, будем, но желательно попозже. Скажем так, задайте, если вы хотите знать, задайте очень простой вопрос тому доктору, который настаивает на прививке. Готов ли он лично взять ответственность, подписав бумагу о поствакцинальных осложнениях? Посмотрите на его реакцию. Если он готов это сделать, да, вы тогда можете предпринимать какие-то шаги. Стоп, стоп, стоп. Если он готов, так пусть он ее возьмет. Да. Это самое главное, и это важно знать. Потому что, если он скажет, ну да, я могу, если вот при благоприятном стечении таких-то обстоятельствах, при фазе Луны, там, такое-то, ну, я так вот уже с юморком подхожу, да, к этому делу. Но, если специалист готов отвечать за последствия вмешательства, да, вот, по отношению к ребенку, это должно быть оформлено письменно. Причем должно быть оформлено так, чтобы это понималось однозначно. Не если кабы там может быть, а конкретно в случае наступления негативных последствий, ухудшением состояния здоровья ребенка, ответственность несет мало того, что доктор. Доктор работает не где-то, как там, как говорится, гадалки сидят там по квартирам, да, а доктор работает в медицинском учреждении, имеющем лицензию. Лицензия – это не только право осуществлять деятельность, но это обязанность нести ответственность, поэтому за подписью руководителя медицинского учреждения и с печатью. Вот это важно знать. Готовы пойти на это медики, либо нет. Ну, наверное… Практика подсказывает, что в 9 случаях из 10, даже, наверное, в 9 и 9, там, десятых, вы услышите ответ «нет». Женя, откуда такая уверенность? Вот из 10, 9, какие-то исследования проводились или как? Нет, ну, я исхожу только исключительно в данном случае из личного опыта. Из опыта, наверное, знакомых, друзей, да? Ну, такого, некоторого круга, да, скажем так, знакомых, свой жизненный опыт. Потому что, задавая такие вопросы, все, кого я знаю, получали один единственный ответ. Нет, никто из врачей не готов был подписать такой документ. Хотя все мотивировали тем, что вы несете ответственность, как родители. Ну, получается, что я в любом случае несу ответственность, отказавшись, либо, ну, сделав прививку, так же я несу ответственность. За своего ребенка, она, в общем-то, установлена Конституцией Российской Федерации. И никто больше. Поэтому, да, тут при, не дай бог опять-таки, но при наступлении любых негативных последствий за своего ребенка отвечает родитель. Опять же отвечаю я. И поэтому вот этот выбор, ставить или не ставить прививки, это очень серьезный выбор, это ответственный выбор. И поэтому это тоже важно знать. И если вот в процесс выбора, ставить или не ставить, вмешиваются сторонние лица, то есть врачи, мы назовем, либо в дальнейшем это может быть персонал детского садика, ну, то есть дошкольных, либо школьных там учебных заведений, то нужно понимать, что вот это вмешательство фактически, оно должно, оно может быть, может быть, по вашему выбору. При условии разделения ответственности. Естественно. При условии разделения ответственности пропорционально возможным каких-то, значит, там, вреду, да, если вот этот вред наступит в результате вот этих действий. И вопрос такой еще. Ну, раз есть вот такой жизненный опыт, и я так понимаю, что вы общались со знакомыми, приятелями на тему, вот, прививать или не прививать детей. Может быть, есть какие-то на памяти случаи, ну, когда вот все обходилось, и действительно люди были довольны прививкой. Чтобы сказали, да, я вот поставил прививку, и ребенок действительно иммунитет окреп, он болеет по сравнению с другими детьми меньше, и это здорово, это классно. Вот такие случаи есть? Сказать, чтобы, ну, была какая-то глобальная разница между тем, чтобы вот ребенок привитый или не привитый, то есть тот, который привитый, просто пышет здоровьем, но у него турбо-режим иммунной системы. Ну, к сожалению, я не могу так сказать, да, на основании вот такого. Об объективном показателе судить сложно. Скажем так, то есть вот в этом смысле дети ничем не отличаются. Более того, ну, со старшей дочерью, когда ей было три года, произошла, она попала в больницу, мы прошли через реанимацию, и после реанимации, в отделении терапии, ну, врачи вообще, в принципе, скептики, как бы, ну, по роду профессии своей такой, да. Понятно. Зав. отделением мне сказало следующее. Он говорит, ваше счастье, что у вас ребенок не привитый, потому что иммунная система настолько была, ну, скажем так, крепка, что она позволила справиться с этой ситуацией, и, ну, скажем так, то есть и мы не потеряли ребенка. Это вот исключительно, как бы, мой сугубо личный опыт в данной ситуации. А как уже там... А это положительный опыт, но положительный в таком случае, когда не привитый. А отрицательный есть, допустим, опыт, кто привился и вот что-то. Ну, есть, есть, есть моя жена, которая в детстве была сделана прививка, после чего она прекрасно, ну, скажем так, по-простому, загремела в больницу. Ну, в кавычках, да. Хорошо, что хоть в кавычках, а то сейчас жена посмотрит, скажет, ничего себе. Есть наш с вами общий знакомый, у которого после прививки у ребенка начались судороги, и никто из докторов, собственно говоря, не взял на себя вот эту ответственность. Когда ребенку делают прививки, на следующий день у него резко, после абсолютно нормальной картины до этого наступает ухудшение здоровья, появляются какие-то признаки судороги, ну, и прочее, прочее, прочее. А здесь, как бы, никто на себя потом ответственность не хочет брать и никак не хочет связывать одно с другим, хотя, ну, достаточно очевидные моменты. Другой пример, опять же, из собственной жизни. В более старшем возрасте старшая дочь получила небольшую травму, ну, как все дети качелями ударили в травмпункте, сказали, ребят, хотите вы или не хотите, а столбняк вы вам сделаем, потому что тут никак никуда не деться. Сделали, ну, собственно говоря, все нормально, все прекрасно, без каких-либо моментов, без каких-либо последствий. Поэтому глобально на ситуацию нужно смотреть так, нужно подходить, но нужно подходить разумно. Разумно и конкретно. Вот тоже важно, получается, знать, что нужно не просто решать, вот надо прививку, либо не надо прививку, да, нужно подходить, что мы имеем дело с конкретным ребенком, с конкретной прививкой, да. Конечно. Поэтому, действительно, вот этот пример, когда поставили от столбняка, ну, он, наверное, не вызывал сомнений, ну, практически не вызывал сомнений, потому что его эффективность и польза, наверное, была более очевидная, чем наоборот. Ну, как сейчас очень часто в лекарственных препаратах пишут, что вы можете это принимать при условии, что если польза от принимаемого лекарства превышает негативные последствия от его, скажем так, неприменения, да. Понятно, то есть надо взять весы и взвесить для себя. Так вот, в связи с этим есть вопрос, мы говорили об эффективности и о пользе. А теперь вопрос о негативных побочных последствиях. Как известно, в общем-то, прием любого медицинского препарата, воздействие вообще на организм человека, ну, как говорится, одно лечим, другое калечим. Вот бывает так случается. Поэтому любая прививка, она все равно, скорее всего, может повлечь какие-то возможные негативные последствия. Как быть с этим? Потому что эти последствия могут быть, допустим, по статистике тех же медиков, один случай на 100 тысяч, да, а в другом случае один на миллион. Вероятность разная, как быть? Попадешь ты в этот миллион или в 100 тысяч, или не попадешь? Как родителям, что нужно знать, чтобы правильно вот в этой части принять решение, на ваш взгляд? Также необходима консультация со специалистом. Подчеркну, что в данном случае не педиатр таковым является, потому что педиатр это все-таки, ну, скажем так, врач общего профиля. А вам нужен узкий специалист, кто очень хорошо разбирается в иммунной системе. Это иммунологи. Это люди, которые понимают, как эта система работает. Евгений, мы уже об этом говорили. Но это рулетка или нет? Я хочу одно понять, это рулетка или это не рулетка? Попадешь ты в миллион или не попадешь? Ну, в некотором смысле это рулетка. Это рулетка. Вот это... Ну, в определенном смысле. Ну, как, ну, либо есть, либо нет. Рулетка либо есть, либо рулетки нет. Как тут? Как это в определенном смысле? Либо да, либо нет, все, а как это? Ты видишь, суслик нет, а он есть, да, так что ли? Нет, поэтому я все же про специалистов мы поняли, что это нужно знать. Нужно в том числе... Выбирайте препараты, которые, скажем так, сделаны с наименьшим использованием, либо консервантов, потому что часто в производстве вакцин используются соли ртути. А это да. Соль ртути в том, что мы своим детям можем выбрать. Ага. Ну, звучит это угрожающе, а оценить, опять-таки, хорошо это или плохо, очень сложно, потому что, например, тут медики доказали, что в организме человека содержится золото. Все, сейчас я иду сдавать кровь, вымывать золото. Мы с такими темпами можем договориться о разных крайностях, поэтому здесь, наверное, важно отметить то, что говорит Евгений, именно, что прививкой, как медицинский препарат, в общем-то, можно сравнивать в какой-то части с продуктами, имеющие разный состав. Вы же читаете, да, что в нем? Да, 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 и когда мы выбираем колбасу в магазине, мы действительно, ну, если не все, но если осознанно к этому подходим, мы же интересуемся, что там внутри, мы знакомимся с составом. Но поскольку медицина, она в какой-то части, не хочу обидеть медиков, может быть, дело темное, вот, но темное для обывателей. Я вам скажу так, некоторая такая история в медицинских кругах, что медицин это больше искусство, чем наука. Ну вот, тем более, раз это больше искусство, поэтому лучше обратиться именно к творцам, да, этого искусства и выбрать по составу наиболее подходящее. Это в том случае, если выбор падает на то, что это необходимо и стоит это сделать. Ну что же, уважаемые зрители, тема вообще прививок, вот, факторов, которые влияют на правильность выбора, и вообще даже не то, что правильность, а на выбор, да, прививаться, не прививаться, как выяснилось, очень много, тем более в средствах массовой информации эта тема, ну, постоянно обсуждается. И если подвести выводы... Еще один из факторов, на который может влиять, там, делать или не делать, это будут ли вас принимать в дошкольных учреждениях, в детских садах или школах. Здесь есть юридический аспект, что вам не вправе отказать. Да, мы остановимся, сейчас мы перечислим все же выводы и на этом вопросе остановимся. Итак, основные выводы какие получаются? Что первое, для выбора необходимо оценить состояние детского организма, конкретного ребенка, с учетом конкретного возраста, с учетом всех конкретных особенностей. Для этого нужно обратить специалисту, врач-иммунолог называется этот специалист. Далее, необходимо понимать вообще ситуацию, с которой встал вопрос, в том, прививаться или нет. Это как раз вот та история, когда о столбнике мы говорили. И основной момент, это вопрос ответственности. Готов ли советник, который говорит, вам надо поставить, я вам советую, я вам рекомендую. Но я говорю о советниках, о советчиках, именно, конечно же, врача, который занимается этим. Готов ли он взять всю полноту ответственности за последствия, конечно, речь идет о негативных последствиях, которые могут, и не дай бог, возникнут в будущем после этой прививки. Что касается именно юридических последствий, бывает, когда идет процесс убеждения, а вот ставить, не ставить, это процесс убеждения, да, пропагандисты используют совершенно разные приемы. Один из всех известных приемов, это запугивание. Ну, например, говорят, если вы не поставите прививку, у вас не возьмут детский сад. Вот, ну, не все люди знают свои права, и действительно каких-то мамочек это пугает, думают, ну, как так-то, у меня ребенка и так вот, тут и так проблемы с этими детскими садами, там, с очередями, тут еще скажут, скажут, прививки нет, не возьмем, да. Евгений правильно совершенно сказал о том, что не является отсутствием, либо наличие прививки препятствием, либо наоборот, там, каким-то особым зеленым сигналом, там, там, светофора, в то или иное учреждение, там, для того или иного занятия. Это выбор, это ваш выбор, это ваша ответственность, это здоровье вашего ребенка. Ну, как известно, наши дети, это наша жизнь, это наше счастье. Поэтому наша жизнь и наше счастье в наших руках. С вами был Артем Кордонец, был Евгений Стулов и Студия Лель. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok